Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре у нас 25 января, год 24. Мы начинаем первый в 2024 году вебинар при Ан. Сегодня мы будем говорить о одном безумно интересном направлении инвестиционном, об инвестиционной возможности, которая работает в Великобритании достаточно давно и которая по-прежнему открыта для людей всего мира. Собственно, это и не сюрприз, но под всем миром мы в данном случае подразумеваемы граждан России, а вот это вот уже история не самая тривиальная. И я с удовольствием представляю директора Департамента международных инвестиций Intermark Global Екатерину Орлову. Екатерина, здравствуйте! Филип, здравствуйте! Будем с вами как раз говорить сегодня о инвестициях в загородные отели в Великобритании, причем и в общем, и конкретный пример, потому что некоторые цифры, они меня, как человека скептического нрава, всегда немножко удивляют. Но Екатерина как раз расскажет, что это, как это, как это все работает. Итак, Екатерина, давайте начнем с места в карьер. Друзья, чат работает, пожалуйста, вы можете задавать вопросы. Итак, что это такое, как это работает, презентацию, если нужно, включу. И вообще, какое место вот этот тип инвестиций занимает сейчас в вашем портфеле, с учетом того, что вы занимаетесь, ну, все равно вариантами по всему миру. Да, давайте я пару слов все-таки скажу о том, кто мы, потому что не все смотрят все вебинары, да, наши. Самое, наверное, важное, что стоит отметить здесь в контексте сегодняшнего вебинара, это то, что половину истории нашей компании, которая составляет 30 лет, мы были частью сети Savils. А Savils – это одна из крупнейших международных компаний в сфере недвижимости вообще в мире, которая была основана в Англии, и из 700 офисов имеет 130 офисов, собственно, в этой прекрасной стране. И именно поэтому, наверное, наша экспертиза по Великобритании – одна из сильнейших, и мы продолжаем активно продавать продукты в Великобритании инвестиционные, в основном сейчас уже по всему миру. Мы открыли офисы в Дубае, в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Лондоне тоже открыли собственный офис. И, собственно, работаем с клиентами всех национальностей и стараемся сохранять возможность инвестиций в Англии для клиентов из России и стран СНГ. Собственно, в Англии есть два вида инвестиций. Это новостройки обычные, да, купил новостройку, сдал ее потом в аренду с помощью управляющей компании, и получаешь доход. И есть второй тип инвестиций, который является темой сегодняшней презентации и, собственно, интересен он, в первую очередь, за счет более высокой доходности. Обычная квартира, она приносит 5, ну, в лучшем случае, 6% годовых чистыми, а коттеджи в загородных отелях приносят 8% фиксированно на 10 лет, еще и с индексацией на инфляцию. И, помимо этого, обладают очень важным параметром, который редко сейчас встречается. Они готовы, то есть нет никакого риска задержки, и можно получать доход сразу. Собственно, вот таким образом они выглядят, и на экране вы видите основные условия инвестиций. Мы с этим продуктом работаем более трех лет на эксклюзивной основе. Больше никто, кроме нас в России, странах СНГ и, кстати, в некоторых других регионах тоже этот продукт не продает. И у нас на данный момент сотни клиентов, которые получают доходность раз в квартал, как заявлено. Поэтому это тот вариант инвестиций, где мы можем подписаться, можно крою об их надежности. И хотелось бы вас с этим вариантом познакомить сегодня. Отлично. Но давайте в целом, вот вы написали, собственно, на презентации, мы, собственно, заявляли тему, вот эти две цифры, там, 8% 10 лет, да. Если мы говорим в целом о рынке 8% 10 лет, насколько я понимаю, это конкретное все-таки некое предложение. Что в нем более необычно, исходя из всего рынка коттеджей? 8% или 10 лет? Что здесь, какая цифра более неожиданная, скажем так? И то, и другое. А вообще этому рынку ему более 100 лет. Вот первые такие образования из коттеджей, объединенных в некую структуру, стали появляться в конце 19 века. И получается, что сейчас в основном весь рынок, он поделен на разные типы бизнес-моделей. Есть просто семьи, которые владеют такими загородными отелями, они ими владеют, сами же управляют, сами же получают доход. Там нет никаких внешних инвесторов. Есть совсем крупные инвесторы. Сейчас я вот покажу слайд вот этот. В этот сектор заходят крупнейшие фонды мировые. Наверняка, если вы интересуетесь недвижимостью, слышали про фонд Blackstone, он, наверное, один из крупнейших в мире. Вот он в разгар пандемии приобрел портфолио таких загородных отелей на сумму почти 3 миллиарда фунтов. И в этот сектор продолжают заходить фэмили-офисы, пенсионные фонды для того, чтобы сохранять капитал. Это вот вторая модель инвестирования. Частных инвесторов здесь тоже нет. И, собственно, есть третья модель. Ее на рынке практически никто не продвигает, продвигают редко. Это вот модель девелопера, с которой мы работаем, когда он привлекает частных инвесторов для того, чтобы расширять как раз бизнес и потом продать его институциональному инвестору, такому как Blackstone. Почему мало с этим работают? То есть как бы частный инвестор более сложный клиент. Ну, то есть понятно, что их просто больше, да, и, соответственно, проще сразу все быстро продать одному. В чем тут дело? Я думаю, что и это, и, в принципе, факт того, что этот бизнес до сих пор семейный. Вот очень много семей владеют им как готовый арендный бизнес, наверное, с немножечким большим уровнем вовлеченности в управление. Вот, наверное, так. И, конечно, девелоперу повезло и с нами, что у нас такая экспертиза, и мы готовы были выступить мастер-агентом и обеспечить ему определенное количество продаж практически сразу, которые ему необходимы для расширения, собственно. Так, Филипп у нас завис. Филипп завис только у меня или у вас тоже? Я могу пока что ответить на вопрос. Тут сразу предлагает ли продавец обратный выкуп после окончания договора? Да, есть опция обратного выкупа. Давайте я вернусь на презентацию и еще раз пройдусь по коммерческим условиям для тех, кто подключился немножко позже. Стартовые цены. 145 тысяч фунтов – это порядка 180 тысяч долларов. Поскольку объекты готовы, нужно оплачивать эту сумму сразу же. Доходность фиксирования на 8% на 10 лет. Она индексируется на инфляцию, но не более 3% ежегодно. И есть разные варианты, как вы можете выйти из инвестиции. Можно ее продать на вторичном рынке. Мы с этим общая база клиентов, более 30 тысяч человек, которые готовы в любой момент этот коттедж приобрести. Также есть открытые сайты типа того же самого Приана или Циана. Если мы говорим про локальные ресурсы, где такие коттеджи выставляются на продажу и продаются точно так же, как обычные совершенно квартиры. И, собственно, есть вот эта опция обратного выкупа. Филип, вы выключили презентацию. Я рассказывала про… Прошу прощения, я просто… Да-да-да. Что-то у меня с связью не идеально. Вот. И есть опция обратного выкупа. Они есть двух видов. Когда вы можете обязать девелопера выкупить у вас объект, они действуют через 5, 7 или 10 лет. Есть вариант, когда девелопер вас может обязать выкупить, продать ему объект обратно через 3, 4 или 5 лет. И вот, собственно, здесь во втором случае прирост побольше – это плюс 3-3,5% в год. Вот. Таким образом, ваша чистая доходность там со всеми налогами, расходами и так далее будет там порядка 11-10,5 годовых на круг. Вот. Давайте вернемся, Филипп, к вашим вопросам, которые… Они всегда лучше раскрывают тему, чем я… Да, я прошу прощения, что-то сегодня интернет-связь не самая устойчивая. Давайте, если поговорим вот в целом, вы сказали, что удивительно и 8, и 10, да, и 8 лет, и 10 процентов. Если мы все-таки говорим про этот рынок, какие цифры более реальные для частных инвесторов? Вот. На что он может рассчитывать и вот стратегии его выбора? Это 100 вариантов, 500 вариантов, там, 10 вариантов и так далее. У частного инвестора есть по факту 3 варианта. Вариант номер один – купить обычный отдельно стоящий коттедж и сдавать его в краткосрочную аренду, как некий такой концепт дачи с одной из двух лидирующих управляющих компаний. Они на рынке 40 и 20 лет, соответственно. У них свои сайты, где люди бронируют вот такие вот мини-отпуска по территории Англии. Это вариант номер один. Вариант номер два – купить у какого-то другого девелопера, который сейчас пытается эту бизнес-модель развивать, где у них есть там фиксированная доходность и так далее. Пока я успешных кейсов не видела, потому что здесь очень важно балансировать, да, возможность выплаты 8% доходности. Как сделано… и, соответственно, есть третий вариант – купить у этого девелопера. У него сейчас портфолио из шести отелей, которые доступны к продаже в разных частях Англии. Почему мы работаем на эксклюзиве именно с ним? Здесь очень важно выверять финансовую сторону вопроса. Очень частый вопрос с любыми объектами, где есть гарантированная или фиксированная доходность, это то, что эта гарантированная доходность, она закладывается в цену. Ну вот это первый вопрос, который вообще всегда сдают. Да-да-да, что я получаю какой-то кэшбэк, да. С другой стороны, тогда нужно большую… ну, как бы, если больше цена продажи, то больше нужно и выплачивать. И таким образом, если реальный арендный доход не покрывает эти платежи, то девелопер просто там через какое-то время разоряется, что и происходит с львиной долей фиксированных проектов, да, гарантированных, точнее, доходности по всему миру. Вот есть, кстати, прекрасный пример, ну, или не очень прекрасный, смотря как посмотреть. Проект называется The Heart of Europe в Дубае, где как раз обещали, по-моему, то ли 10, то ли 12% годовых в разное время по-разному. И я знаю, что некоторые клиенты, кто покупал с этой гарантированной доходностью, ее не получают, и никакой возможности повлиять на это или сдать свой объект каким-то другим образом не имеют. Таким образом не вложили деньги, да, дохода нет. Вот здесь этот случай исключен, и здесь девелопер выплачивает именно с реальной доходности, которую генерирует объект. Она составляет от 12 до 15 годовых, таким образом 8, ну, это как бы существенно меньше, там от 4 до 7% остается самому девелоперу, как такой апсайт за управление. 12-15, это цифра средняя, хорошая, маленькая? Это цифра чуть выше средней, а сейчас покажу за счет чего, вообще как это работает. Давайте... У нас много вопросов, друзья. В ближайшее время, вот прям сразу сейчас начнем отвечать. Я вижу, вопрос уже набежало, обязательно сейчас ответим на что. Да, да, давайте расскажу вообще, как это работает. Вот есть загородный отель. В принципе, все знакомы с тем, что такое загородный отель. Есть какая-то общая инфраструктура, есть коттеджи, они сдаются в посуточную аренду на различных сайтах, самом сайте девелопера или там управляющей компанией на сайтах-агрегаторах, там Booking, Airbnb, Instagram и так далее. Значит, дальше. Этот девелопер конкретно, он на рынке более 60 лет, в третьем поколении, занимается одним и тем же бизнесом. Собственно, очень опытная семья. Они тоже семья, собственно, кто этим занимается. Они покупают отели. В этих отелях либо заменяют старые коттеджи на новые, либо делают реновацию старых коттеджей и обычно добавляют еще коттеджи, потому что территория отеля это позволяет. И таким образом у них всегда есть еще и рост цены во время вот этих реновационных работ всего отеля. Также они добавляют общую инфраструктуру, которая повышает ставку за аренду. Я сейчас дальше покажу реальную аналитику. Это очень интересно, насколько там иногда в разы повышается аренда из-за того, что ты добавляешь какую-то небольшую деталь. И, собственно, почему я говорю чуть выше среднего, да, отвечая на ваш вопрос, Филипп, почему чуть выше среднего показателя. Есть вот эти обычные управляющие компании, две крупные, которые я ранее упоминала, Hose Seasons, и вторая называется Sight Cottages. Вот Hose Seasons, они управляют как обычным туристическим объектом. Они на рынке, там, 45 лет, у них 25 тысяч объектов под управлением, и они сдают коттеджи девелопера в обычную аренду на, там, Booking, Airbnb, собственном сайте и так далее. И есть еще дополнительные мероприятия, которые проводит девелопер для того, чтобы повысить заполняемость. Они заключились с порталом по гольфу, соответственно, они размещают гольфистов, и это повышает заполняемость, низкий сезон. Они добавили вот такие прекрасные общие зоны практически во всех отелях, тренажерный зал, бизнес-центр. Соответственно, те, кто проводит корпоративные мероприятия, они могут приезжать, размещаться, могут с быстрым Wi-Fi проводить, там, какие-то выездные корпоративы. И, собственно, это позволяет в низкий сезон добавить вот эту вот экстра-моржу. Помимо этого, почему еще чуть выше среднего? Вот эти цифры, да, про заполняемость, они поразительные. Где-то они у меня здесь были. Вот, они у меня вот здесь. Есть вторая компания, которая тоже один из ведущих операторов в этой сфере. Они делали анализ, у них хорошее IT-решение. Посмотрели, как наличие, например, джакузи влияет на увеличение ставки за аренду. В полтора раза. Ну, одно маленькое джакузи, которое стоит, там, не знаю, может быть, пару тысяч фунтов установить, сразу в полтора раза увеличивается доход. Ну, то есть это означает, что, как бы, если есть вариант джакузи, предпочитает принципиально большее количество аренду. Да, он реально в полтора раза повышает ставку и сразу же повышает доход. Для примера, да, чтобы вы ориентировались в абсолютных цифрах, коттедж летом в летние месяцы, самые высокие, это июль, август и чуть-чуть в меньшей степени сентябрь, приносит 4,5-5 тысяч фунтов выручки. И, получается, в зимние месяцы это примерно 2 тысячи фунтов выручки. Ну, и примерно половина, да, это расходы различные операционные, там, расходы на электричество, воду, уборку, маркетинг и так далее. И получается, что в среднем коттедж чистыми приносит 20 тысяч фунтов в год. Ну, вот такой средний. Да, если мы берем там среднюю цену коттеджа в 160 тысяч фунтов, то это у нас получается чистыми вот те самые 12,5 годовых, про которые я говорила. Окей, во-первых, я попрошу в чате опубликовать контакты Екатерины с тем, чтобы кто захотел, мог бы по завершении нашего вебинара связаться с Екатериной напрямую. Давайте начнем тогда уже отвечать на вопросы. Первый, наверное, такой, ну, весьма-весьма понятный, это дополнительные расходы. Вы назвали цифру, ну, в 145 тысяч фунтов, это как бы стоимость самого объекта. Какие налоги и какие платежи, скажем так, ну, неявные, ну, поскольку есть просто то, что ты платишь за недвижимость, а есть совершенно понятные определенные трудности просто с переводом средств и так далее. Как вот этот вопрос решается? И насколько тут дополнительные суммы нужно будет платить? Давайте с технической стороны вопроса я начну, которая одинаковая для всех. Вот кто бы ни купил, британец, русский, не знаю, болец, можно сказать, индонезиец, да? Для всех будут одинаковые как минимум налоги. И вот с них я и начну. Во-первых, в Англии прогрессивная ставка налогообложения, поэтому на первые 12,5 тысяч фунтов годового дохода вы будете платить ноль. Вот, что очень удобно, как минимум с одного коттеджа доход в Англии платить не нужно. Помимо этого, большое преимущество коттеджа по сравнению с новостройками, что еще нет налога на покупку с темп дьюти лентекс, он в данном случае равняется нулю. Это вот такие важные моменты, которые одинаковы для всех. Дальше расходы на сделку будут отличаться в зависимости от того, какой формат сделки вы выбираете. Первый формат, он стандартный. Так покупается вся недвижимость в Великобритании через британских юристов, а потом с выпуском свидетельства из земельного кадастра. И здесь самая большая, наверное, неприятная особенность для большей части нашего населения – это то, что здесь нужно показывать полный комплайнс денег. И я имею здесь в виду безналичное движение из точки А в точку Б. Ну, то есть, например, вы продали квартиру, и потом эти деньги, они у вас перемещались там со Сбербанка на Тельков, а потом на банк какой-нибудь в СНГ, а потом на банк в Дубае, и потом вы оттуда переводите в Англию. Вот вам нужно всю эту цепочку показать. Это сложно? Или тот факт, что у тебя когда-то деньги были в Сбербанке, может просто… Нет, нет. Наличие денег в санкционных банках вообще никаким образом на комплайнс не влияет. Главное – показать вот эту вот цепочку. Это уже затратно трудно, это просто трудозатратно. Здесь просто дело в том, что наши бизнес-ассистенты со всем этим помогают, то есть нужно просто выгрузить выписки из банка, дальше мы разберемся. Но здесь больше вопрос в том, что многие во время как бы вот этих всех ограничений не было доступа к свифт-переводам, и кто-то выходил в наличные. И когда ты снимаешь хоть в один момент наличные, то как бы все, вот эта цепочка обрывается, и этот способ становится недоступен. А тот факт, что окей, я имею зарплату, и потом какой-то зарубежный банк положил наличные деньги. Так не работает? К сожалению, для британских юристов это не работает. То есть безнал-безнал-безнал, условно говоря. Безнал-безнал-безнал, да, вот конкретно для этой схемы так. И некоторые клиенты совершенно спокойно по этой схеме проводят, кому-то повезло больше, и они могут все вот эти свифт-переводы показать. В данном случае расходы на сделку составят 3000 фунтов. Это та сумма, которая уплачивается британским юристам, собственно, за то, что они это привели. Сразу предвещаю вопрос, можно ли с российским паспортом это сделать. Да. Юристы, кстати говоря, говорят в том числе по-русски и работают до сих пор с клиентами с российским паспортом. И то, что деньги были заработаны в России, тоже абсолютно не помеха, что, конечно, очень приятно. Кстати, вы знаете, вот этот момент не только к этому объекту имеет, к этим предложениям имеет отношение. Вообще вот я смотрю, страны англоязычные, да, с британским правом, США, Великобритания, при том, что жестко антисанкционная политика, она понятна, но вот именно таких жестких запретов, их-то как раз и нет. Причем, насколько я могу судить, относится не только к покупке недвижимости, но и, например, с открытием счетов немножко по-другому, но вот с эмиграцией вопросы тоже. Да. Я думаю, что Великобритания все равно очень хорошо зарабатывает на том, что сохраняет статус страны интересной для международных инвестиций в принципе, да, и есть другие рынки, которые, если бы были какие-то ограничения по национальному признаку, уже не так бы смотрели на Англию. Поэтому я думаю, что статус-кво, он будет сохраняться вот таким. И возвращаясь к вопросу нашему, как, собственно, мы оплачиваем дополнительные расходы. Да, и вот есть второй вариант, каким можно оплатить, и расходы здесь будут другие. Этот вариант мы придумали относительно недавно совместно с девелопером, после того, как последние банки, откуда из России проходил платеж в Англию, напрямую. Так тоже было можно, и мы так делали практически до лета прошлого года. Можно оплатить на дубайскую компанию. Девелопер открыл дубайское юрлицо. Соответственно, средства переводятся туда из России посредством выпуска менеджер-чека на предъявителя. И здесь дополнительные расходы. Это 2% за выпуск менеджер-чека и там сколько-то процентов, 2-3% за конвертацию. Но очень приятный фактор того, что, несмотря на то, что цена коттеджа увеличивается на вот эти 4-5%, девелопер будет платить 8% фиксированную доходность с полной суммой вместе с затратами. Ну, простите, вы сказали, что вся эта штука для граждан России работала только до лета. Или я неправильно у вас сказал? Не-не-не. Вот это вот, когда был вариант номер один, и можно было деньги переводить из России с лифтом, если был вот этот трек-рекорд, да, то, что мы говорили, безнал-безнал-безнал. Вот эта штука работала и из России в том числе до лета. Сейчас она не работает из России, работает из зарубежных счетов. А вот эта схема номер 2, она работает из России сейчас. И здесь даже если вы выходили в какой-то момент в наличные, вы все равно по этой схеме можете оплатить. Екатерина, вопрос просто сейчас короткий, но, видимо, внеочередной. И вот сейчас один из зрителей нас спросил, мы знаем, что нас смотрят сейчас из Казахстана, из Беларуси. Вот из Беларуси как раз, видимо, вопрос, а все, что вы сейчас рассказываете про россиян, к белорусам относятся тоже в полной мере. То есть никакой вопросов нет. Да, здесь британцы, они не делают никакой разницы по национальности. Если у вас чистые деньги, и ваш банк переводит их в Англию из того места, где вы находитесь, то вы можете их перевезти и из Беларуси в том числе. Я просто, по-моему, у нас не было сделок из Беларуси с этим продуктом. Поэтому не знаю, никто не пытался из белорусских банков перевезти. Еще вот чуть-чуть вернуться, вы сказали сделок с этим продуктом. Когда вы говорите с этим продуктом, вы имеете в виду этот конкретный проект или в целом все проекты такого типа? Да, да, да. Все загородные отели с 8% доходности на 10 лет, да. Окей. И еще просто правильно ли я уточнить, потому что к нам сейчас тоже все новые и новые зрители присоединяются. Вы работаете с этими проектами на эксклюзиве с 3 года у вас. Да, да, совершенно верно. Давайте дальше. Опять же вопросы, а потом мы еще коснемся, естественно, продолжения. Вот процесс оплаты, о котором вы совсем недавно начали рассказывать, с какого счета, на какой счет и заплатить-то можно, а как получить потом обратно что-нибудь? Как получить? Ну, как оплатить мы только что рассказали. С любого, в общем-то, счета с британской стороны ограничений нет. С российской стороны мы поможем, да, то есть либо это будет вариант второй, либо это будет вариант первый, да, где мы можем еще помочь открыть какой-то зарубежный счет, сделать туда свой перевод и уже оттуда. Как получать? Вы не поверите, но британцы до сих пор расшлют деньги в Россию. Не для всех, конечно, да, но у нас часть клиентов, которые покупали там, ну, вот как раз года три назад, два года назад, они оставляли свой российский счет, и они получают деньги на российский счет. Для некоторых клиентов банк, их британский, начинает помечать, что у него есть вопросики, да, к человеку, которому переводятся средства, и тогда, да, нужно будет уже менять на какой-то зарубежный счет. А так, мне кажется, что практически все открыли уже какие-то зарубежные счета, кто не открыл, наверное, рекомендую это сделать, удобно, и можно будет на этот счет получать средства. В продолжении этой истории, вот есть покупатель, ну, допустим, на российской стороне, есть банк, есть компания, которая, собственно, занимается этим проектом, ну, есть вы, да, я как покупатель с кем и в какой степени я веду общение во время покупки и после? Мы, да, давайте, у нас есть наш брокер, который всегда поддерживает во всех вопросах, а что в контрактах, а что по бизнес-модели и так далее. Есть наш бизнес-ассистент, который полностью помогает вести коммуникацию с юристами, либо напрямую с девелоперами, если вы идете по схеме 2 оплаты, плюс наш бизнес-ассистент и брокер остаются с вами на протяжении владения объектом. Более того, между вами и нами, нашим российским юрлицом подписывается договор на сопровождение, где мы обязуемся определенные пункты, да, там, по коммуникации с управляющей компанией, по подбору новой управляющей компании, если есть такая необходимость, сохранять канал коммуникации, собственно. Правильно ли я понимаю, опять-таки, что схема номер один, она, ну, для россиян, белорусов, она сейчас сложна, в некоторых случаях невозможно, ну, либо сложна как минимум, но для граждан всех остальных стран никаких проблем нет вообще. А вот я не думаю, что это, честно говоря, касается гражданства, это касается безналичного происхождения средств, то есть, если, например, какой-нибудь турок, я думаю, что у них во многом похожая ситуация на нашу, или там, да, то есть все страны, да, даже в Европе, на самом деле, там, в той же самой Германии, достаточно много безналов присутствует, точнее, наличных, наоборот, наличных, да, поэтому важно, важен безналичный след в данном случае. Идем дальше по вопросам, вот Юлия задала вопрос, а что с визой, как приезжать с российским паспортом и вообще, ну, как я понимаю, можно же не приезжать, а с другой стороны, если хочется, и вот вопрос подбора объекта, этот момент тоже давайте осветим. Да, во-первых, визу в Англию получить достаточно легко, даже сейчас спокойно она совершенно выдается, здесь британцы, как мы увидели на примере объектов, точно так же они любят для визы безналичный доход. Я вот очень рекомендую изучить там форум Винского и другие вот такие тематические форумы, потому что когда со всякими агентами подают на визы, отсюда и бывают отказы, потому что показывают, вот как у нас принято, да, там, положил через банкомат деньги на карточку, а потом британцы спрашивают, а что это у вас тут за наличные такие, да, поэтому нужно показывать только ту банковскую выписку, где у вас исключительно безналичные транзакции и белый подтвержденный доход. То есть лучше условно зарабатывать 200 тысяч рублей чистыми, чем миллион непонятно откуда, да. Вот, и в данном случае британская виза дается абсолютно без каких-либо проблем, более того, я думаю, что наличие коттеджа это будет дополнительный плюс, потому что там есть две недели бесплатного проживания, и вы всегда можете как причину указать то, что вот вы этими двумя неделями хотите воспользоваться. И более того, у вас, да, будет подтверждение бронирования, что вот у вас забронирован коттедж на это время. А так, ну, строго говоря, у нас часть клиентов, которые владеют на протяжении трех лет, ни разу в Англии не были, британские визы никогда не имели и не собираются. Вот, а она, строго говоря, не нужна. Сделать это удачно. Главное, сказанное вами, что эта покупка, ну, по большому счету, недвижимость здесь только некий такой очень далекий ментальный актив, да, да, я его покупаю, но по большому счету даже классической процедуры подбора здесь не требуется, потому что, ну, словом говоря, в одном проекте один коттедж от другого будет отличаться какими-то чисто такими 100-метровыми параметрами, которые на выбор-то и на рентабельность никак не повлияют. Думаю, что да, так и есть, хотя у нас клиенты все равно уделяют определенное время подбору конкретного варианта в зависимости от того, где он находится на карте. Давайте сейчас я вам покажу, да, типовую карту отеля, как он выглядит, вот этот план флагманского отеля. Два с половиной гектара земли, пять озер, все пригодные для рыбалки, ресторан, там, бар, прогулочек, свадебная площадка, будет строиться зал для фитнеса, йоги, там, водный гольф, ну, и все остальные прелести жизни. И вот, конечно, там, если есть коттедж на первой линии, то хотят на первой линии, хотя это ни на что абсолютно не влияет, да, или там кому-то нравится один вид дизайна, вот давайте тоже покажу, какие виды дизайна бывают. Вот эта новая модель, она, вот, кстати говоря, вот эти вот внешние, да, штуки, которые влияют на стоимость аренды. Вот она такая более немножко современная, полностью они укомплектованы идут. И вот вторая модель коттеджа, она такая более, ну, у нас, мне кажется, такие делают. Ну, да, просто хочу уточнить, вот вы сказали, например, что там отель с джакузи, он там более востребован. Когда я выбираю, я просто в рамках одного проекта там все с джакузи или... Да, они все с джакузи уже, часть из них еще и с сауной, что, кстати, всем клиентам нашим из России особенно нравится. Сразу всем понятно, да, таким образом выглядит планировка. Ну, здесь только единственное, что джакузи не указано. Вот здесь как раз более понятно, да, вот этот вот домик, это сауна как раз. Здесь джакузи, еще бывает купель со льдом стоит тоже, шезлонги, какая-то зона отдыха. Любят еще ставить эту кровать с куполом или с каким-то балдахином на лето. Собственно, поэтому здесь, конечно, можно повыбирать, есть из чего это сделать. Это, строго говоря, совершенно не обязательно. И такой еще тогда момент. Вот есть два коттеджа, один коттедж и второй коттедж. Один коттедж почему-то по каким-то причинам был занят там 200 ночей в год, а другой 100. От этого будет зависеть мой доход? Или там просто вся сумма собирается вместе? Эти 200 ночей и эти 100 ночей, а потом они делятся на всех. То есть зависит ли мой результат? Поскольку у меня доход гарантированный, вопросов никаких нет, но все равно. Нет, результат никаким образом не зависит от того, какая была загрузка. Но у меня есть данные за последние три года, и загрузка везде примерно одинаковая. То есть разница в заполняемости может быть процентов на 10, наверное, максимум между разными объектами. И все они генерят больше, чем 11-12 годовых. Ну, то есть этого более чем достаточно, чтобы закрыть эти 8. То есть девелопер, собственник зарабатывает, логика тут такая, он зарабатывает существенно больше, и 8% для него заплатить вполне понятно. Да, давайте про риски расскажем. Да, про риски, которые есть в проекте, как раз хотел спросить, но и вот Дмитрий тоже меня немножко передел. Пожалуйста. Да, давайте я, наверное, начну по порядку с самого главного. Фиксированная доходность практически во всех проектах по миру – это, как правило, большой риск. С чем он связан? С тем, что если вам вторая сторона по договору перестанет платить эту фиксированную доходность, как правило, практически во всех проектах по миру вы ничего не сможете сделать. То есть вам придется со второй стороны судиться и так далее. Здесь прелесть этого проекта в том, что если управляющая компания вам не платит, то в течение 21 дня задержки вы можете расторгнуться по e-mail. А у вас расторгся, а у меня это какая радость. Все равно же денег-то я не получу. Нет, наоборот. Вот. Есть вот эти две компании, про которые я упоминала сегодня – Sikes Cottages и Host Seasons. Вот сейчас давайте я на слайд с Host Seasons вернусь, потому что на слух, да, не очень воспринимать удобно. Вот они. У них прямо на сайте есть кнопочка «Сдать коттедж». И в нашем с вами контракте, да, про который я говорила тоже на российское юрлицо, есть пункт, что если управляющая компания перестает вам выплачивать, то мы вам полностью оказываем сервис по подбору и заключению контракта с новой управляющей компанией. Делаем мы это в любой момент, пока вы владеете коттеджем. А насколько у вас в таких проектах нормально, когда на одной большой территории работают несколько управляющих компаний? Или это просто такая, скорее, страховка практических таких проблем не возникает? Ну, во-первых, пока такой практической проблемы не было, и я не предвижу ее появление. Во-вторых, я всегда привожу аналогию с многоквартирным домом. Вот есть управляющая компания, которая занимается общими зонами, уборка и так далее, и так далее. И она остается, и вы ей платите просто какую-то фиксированную сумму в год. И есть управляющая компания, которая сдает в аренду. И здесь может быть несколько управляющих компаний, но мы же мастер-агент, да, у девелопера. Соответственно, мы продали все коттеджи в этом загородном отеле. Если они перестают платить, то наверняка они не выбрали. Вот мы Петрову заплатили, а Сидорову не заплатим. Поэтому если они не платят, то они не платят всем, и мы можем поставить новую управляющую компанию на весь отель. Но, строго говоря, управляющая компания готова взять и один объект отдельно. Вот, значит, риск... Это риск номер один. Риск номер один. Риск номер два – это всегда риск ликвидности, потом перепродажи объекта на рынке. Часто, в принципе, по всему миру, даже на таких популярных рынках, как Дубай, можно приобрести неликвидный объект. Соответственно, здесь как этот риск купируется? Во-первых, есть три сайта-агрегатора в Англии. Это Rightmove, Zuppla и OnTheMarket. У меня где-то здесь даже был по ним слайд, по-моему, вот этот. На них выставлены такие объекты на продажу, и вы можете посмотреть. Там есть прям целая категория отдельная, что они такие же по цене или даже выше, чем те коттеджи, которые продает девелопер. И на этом сайте всегда можно за 2-3 месяца продать коттедж даже без нашей помощи, с помощью, например, локального британского агента. Естественно, есть мы с нашей большой базой. И помимо этого еще хотела отметить, что вот сейчас цена у девелопера ниже, чем даже официальная оценка оценщика аккредитованного. Для понимания, да, вот оценка RICS аккредитованных оценщиков используется, когда выдается ипотека в банке. То есть вот банк обращается именно к ним, чтобы понять реальную цену объекта. То есть здесь они пишут 220, девелопер продает за 190. Екатерина, продажа, какие дополнительные расходы здесь, если продавать? И если ты поймешь, что, скажем, там полгода, ну, наигрался все, больше не хочу. Какие тут есть нюансы? Конечно, ты не заработаешь, но... Да, во-первых, нужно будет заплатить юридические услуги опять при продаже, да. Во-вторых, есть налог на прирост капитала. Вот, если вы его держите недолго, то, да, то не нужно его платить. Но, конечно же, такие объекты, это все равно, это долгосрочная инвестиция. Там на 5-7 лет это оптимальный период. Либо, возможно, чуть пораньше, особенно если девелопер захочет у вас его выкупить сразу с приростом, вот такой вариант тоже рассматривается, да. Но я думаю, что в эту инвестицию меньше, чем на 3 года не имеет смысла заходить. Можно выйти раньше, но как бы... Нет, просто если вдруг там срочно понадобится... Да, если срочно понадобилось, то, конечно, мы помогаем выходить. И более того, у нас есть клиенты, для кого это единственная вообще покупка зарубежная. И, в принципе, покупка инвестиционной недвижимости единственная, да. То есть люди, которые обладают там капиталом 200 тысяч долларов, они долго думали, сравнивали все возможные опции и вот останавливались на этом варианте. И, кстати говоря, мы предоставляем возможность пообщаться с теми клиентами, кто уже купил, тем, кто вот сейчас находится на таком... В размышлениях. В размышлениях, да. Екатерина Роу, директор департамента международных инвестиций Intermark Global. Продолжаем рассказывать о коттеджах в отелях в Великобритании. Какие еще риски, вы назвали два, о чем еще можно сказать, что еще важно понимать? Да, еще очень важный риск в этой сфере – это риск управления, потому что он создает, собственно, доход, с которого выплачивается фиксированная доходность. Здесь мне кажется, что очень важен вот этот тандем, да, High Seasons, который на рынке 45 лет, отличает за часть работы с туристами и непосредственного управления, плюс сам девелопер делает какие-то дополнительные активности, да, и они делают это профессионально, с многолетним опытом в этой сфере, и, главное, без жадности, да, потому что жадность проявлялась бы в чем? Чтобы они ставили более высокую цену продажи объекта, соответственно, они должны были бы выплачивать больше и имели бы больше шансов, да, потом разориться. Здесь все отели имеют отзыв, рейтинг на букинге от 8.0, а некоторые имеют даже 9. что-то, 9.2, вот, поэтому, на мой взгляд, это прекрасный менеджмент вот этого риска некачественного управления. Простите, я просто еще хотел уточнить, я правильно понимаю, вы сказали, что тот девелопер, тот управляющий, с которым вы сейчас работаете, он эти коттеджи у кого-то когда-то выкупил. Да, ну вот, примерно... Там были какие-то проблемы, возможно, или не обязательно, проблемы именно с управлением или не факт? Не факт, ну вот, например, вот этот отель, который я показывала, да, Вудлейкс прекрасный, вот так он выглядит, да, вот эти, собственно, озера. Что с ним произошло? Им три года назад, два с половиной, владел, ну, собственно, человек, да, он же ему управлял. Сюда в основном приезжали рыбаки, да, и он приносил не так, чтобы очень много денег. И этот человек разводился со своей женой, ему нужно было делить активы, и он решил этот отель продать. Ну и, соответственно, наш девелопер, он мониторит постоянный рынок, например, вот таких вкусных объектов, и он сразу же его выкупил. Вот, и начал там реновацию, это, собственно, некоторые зоны отеля, это вот то, что рядом с этим отелем находится, там, вот одно из королевских поместьй, двух оставшихся недалеко. Вот, собственно, вот таким образом и достаются отели, в основном это закрытые продажи с рынка, с тех, кто вот из семейного бизнеса выходит. Точечно. Егерина, еще что хочу уточнить. Вот, если я правильно услышал вас, вот, например, в данном проекте вы являетесь эксклюзивным представителем, да, эксклюзивным продавцом. Означает ли это, что практически все собственники в таком проекте иностранцы, а сами англичане тут не при делах? Или это не совсем так? Как бы и да, и нет. Девелопер сам, он запрещает нам продавать этот объект на британском рынке в связи с тем, что не хочет, чтобы эту бизнес-модель копировали другие. Но это не мешает самому девелоперу делать собственные продажи по сети знакомств, как сарафанное радио. Например, в этих проектах очень большое количество британских футболистов, которые являются там личными или once removed, да, там, несколько рукопожатий, да, теория. Много британских футболистов, и более того, они сейчас разрабатывают вместе с ассоциацией, в общем, футболистов, которые перенесли травму, и вот они восстанавливаются. В общем, как она называется, да, вот это вот Football Association, что-то там. И они сейчас разрабатывают совместный проект по реабилитации спортсменов в отелях девелопера. То есть у них прям будет отдельная программа на эту тему. И я знаю, что много футболистов имеют именно портфели. Ну, им же нужно, да, куда-то этот капитал вкладывать, а это хороший именно вариант для создания пассивного дохода, пассивного стабильного дохода. И вот они покупают там по 8, по 10 штук. Есть, конечно, и не британцы, просто профессиональные инвесторы британские, которые покупали тоже в основном пакетами. То есть какая-то часть есть и локальных собственников. Екатерина, еще тогда такой вопрос все-таки. Вот есть ваша компания, Intermark Global. Какая ваша функция, вот какую часть во всей инвестиции в схеме оплаты, в рекламе, в привлечении новых инвесторов, в контроле за, может быть, этой управляющей компанией, играете вы для меня, как для потенциального инвестора, и для той стороны. То есть кто вы для меня и кто вы для, собственно, того, кто следит за этим проектом? Мы осуществляем полностью маркетинг и продажи проекта под ключ. Помимо этого, мы берем на себя заботу о клиентах в постпродажном обслуживании практически процентов на 80. То есть мы координируем, чтобы платежки были вовремя клиентам направлены. Если нужно поменять счет для выплаты, тоже этим мы занимаемся. Если нужно организовать поездку туда, тоже мы с этой точки зрения поддерживаем клиентов. То есть, в принципе, все, что связано с… Ну, на девелопере остается его часть девелопера, ну, строить и продавать. Точнее, не продавать, строить и управлять. Я правильно понимаю, что владелец, собственно, конкретного коттеджа, он никоим образом не влияет на политику девелопера по участку. То есть если девелопер решит, что завтра здесь нужно построить теннисный корт, то они будут построены вне зависимости от того, там, считаю, что лучше здесь для сквошат площадку или что-то еще. То, что касается общих зон, да, так это и есть, ну, теоретически. Земля под коттеджем, естественно, принадлежит инвестору. Но как бы план развития коттеджей, точнее, отелей, он известен заранее. Да, вот они там планируют строить там теннисный корт или еще что-то. Вот они могут, конечно, это заменить, но они же, их первая цель – увеличить доход. Так что, потому что все, что свыше 8% изгенерит коттедж, они заберут себе. Поэтому у них нет никакой мотивации абсолютно построить вместо теннисного корта, не знаю, ничего. Окей, понятно. Следующий вопрос. Понятно, краткосрочная аренда, понятны риски, связанные с ремонтом и так далее. Кстати говоря, про ремонт я не сказала. Про ремонт и про безопасность с этим связаны. Кто-то разобьет мое стекло. Кто за это платит? Да, 8% годовых – это фиксированная доходность и все расходы на стороне управляющей компании. Весь ремонт, страховка, вообще абсолютно все. И это очень четко и очень безопасно для клиента, прописано в контракте. Если говорить про техническую сторону вопроса, естественно, любой постоялец, он оставляет определенный залог. Но помимо этого еще есть страховка полная всех частей. Ну и на протяжении всех 10 лет проводится любой ремонт, косметический, капитальный, все, что нужно. Вот, по поводу, опять-таки, косметического ремонта, насколько я себе могу представить, тут, наверное, цифры могут быть самые разные. Вот 8% на 10 лет, проходит 10 лет. Вполне возможно, что как раз через 10 лет уже как-то обновлять это все нужно будет, да, с большой вероятностью. Вот что произойдет или может произойти по истечении этого срока? Могут с тобой не продлить договор? Или может, ну, к тому времени, как все, контракт заканчивается, твой коттедж уже в не самом приглядном виде, и тут тебе нужно какое-то решение принимать, а тебе компания уже ничего не гарантирует. Возможно ли такие варианты? Нет, по нескольким причинам. Во-первых, ремонт коттеджа, он включен в контракт как одно из обязательных условий. Если управляющая компания этого не делает, то с ней можно опять-таки расслогнуть контракт. Во-вторых, по договору аренды земли, которая находится под коттеджем, нужно коттедж раз в 3 года обновлять, красить и так далее, чтобы весь отель выглядел красиво, да. И это обязанность, она опять же на управляющей компании. Поэтому не может быть такого, что он там 10 лет как-то эксплуатировался, а потом в конце 10 лет, оп, и никакие ремонты не были произведены. Они будут как минимум сделаны там 3 года назад, да, с точки зрения внешней косметики. А там в-третьих, опять-таки, если говорить про мотивацию, на протяжении всех этих 10 лет существенно дешевле сделать небольшой косметический ремонт и продолжать удерживать ставку аренды на высоком уровне, да, и получать, потому что они же продолжают получать все, что коттедж генерит сверху. Да, там, делать ремонт сколько? 200 фунтов доход коттеджа, да, который они получают, там, 7 тысяч фунтов сверху от того, что они выплачивают инвесторам. Ну, то есть это такие нелогичные, наверное, размышления на тему того, что они там будут что-то не ремонтировать. У них нет никакого для этого основания. Вы, опять же, называете, ну, вот схему работы, да, раз в 3 года кто-то должен, ну, не кто-то, а вот управляющая компания должна делать ремонт и так далее. Это вот конкретные проекты, с которыми работаете вы или, в принципе, весь рынок по большому счету так устроен? Просто, опять же, вы работаете с некой долей только, но при этом, я вам помню, несколько время назад мы говорили, у вас вариантов было разных, очень много, и там были не только 8% и 10 лет, там были и более скромные показатели, вы считали тоже вполне нормальными? Нет, мы всегда все это время работали только с этим девелопером. У нас не было других вариантов. Другие варианты с более скромными показателями – это как раз новостройки, да, то есть по новостройкам у нас полный спектр объектов, да, абсолютно все застройщики, которые заслуживают доверия, есть у нас, да, в листинге, и, собственно, там действительно доходность меньше. Но вот касательно этого сектора, загородных отелей, это вот конкретно этот девелопер, и все, что я говорила касательно контрактов, условий их исполнения и так далее, относятся именно к нему. Вопрос от Дмитрия, а я потом уточняю еще заодно. Вопрос про, кто оплачивает ваши услуги, девелопер или клиент, и вообще как, вот хорошо, объект стоит 180 тысяч евро, допустим. Сколько я реально заплачу? Наши услуги, нашу комиссию оплачивает девелопер, клиент нам оплачивает 50 тысяч рублей за сопровождение сделки бизнес-ассистентом, и как раз тот факт, что мы на связи потом в дальнейшем, и там попадаем на какие-то… Разово. Единоразово. Там никакой абонентской платы нет. Вот, и возвращаясь, да, к расходам, мы про это поговорили очень подробно в середине, но вкратце, да, цена 180 тысяч евро, по схеме 1 это плюс 3000 фунтов за юруслуги и 50 тысяч рублей наши, да, и по схеме 2 это примерно плюс 5% к сделке, но 8% годовых оплачивается с полной суммы, то есть там 180 плюс 5, там со 190 они будут платить. Как часто будут выплачиваться вот эти суммы? Вы говорили раз в три месяца, это всегда так или это как-то определяется договором? Как это вообще происходит? Куда? Даты закреплены в контракте, это 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября, и девелопер достаточно методично выплачивает в эти даты, а 2 января уже клиенты получали в последнем транше свои платежи на счет. Вот как идея должна отчитываться за вот эти полученные деньги? В Великобритании? Ну, по-хорошему, да, общая такая справка всегда по налоговой части. Сначала налог оплачивается в стране, где заработан доход, и потом в стране, где вы налоговый резидент. У нас обязательно по этому вопросу бизнес-ассистенты и брокеры смогут более подробно проконсультировать по вашей личной ситуации, потому что налоги – это такая тема индивидуальная очень. Ну да, общих рецептов здесь не существует. Окей, давайте тогда еще буквально в завершении уже нашего разговора. Я просто в конце еще все-таки попрошу немножко представить проект уже одну, потому что кто-то к нам мог подключиться, опять же, во второй половине нашего вебинара. Но все-таки момент. Вот вы показали кадр, где были примеры объектов в Великобритании, обновенное жилье. Там 3-5 процентов, и тут 8-10. Ну, 8, да, хорошо, 8 процентов. И еще гарантия, да. Вот какая-то... В чем же все-таки тогда подвох? В том, что, по большому счету, как к недвижимости, к этому проекту, ты особо и не относишься. Ну, хорошо, раз там 2 недели в год живешь, но, по большому счету, это какой-то такой, ну, сейв для тебя. Почему-то, наверное, все идут сюда... Все не идут сюда, а кто-то еще занимается жильем. Ну, как бы здесь два основных пункта. Первый – это то, что это все-таки посуточная сдача в аренду и помесячная. Ну, это как бы принципиально разный уровень дохода изначально. Можно квартиру в некоторых районах, особенно центральных, сдавать тоже в посуточную аренду, и тогда там доходность будет выше. На обычных квартирах в правильных районах можно получать те же самые 7-8 годовых, но просто в коттеджах, да, за счет того, что, ну, немножко другая модель, там получаются вот эти 12-15, да. Вот, во второй момент – это разница в налогообложении. Все-таки в квартире нужно еще будет заплатить налог на покупку, это будет уменьшать доход, и нужно будет платить расходы за управление, за поиск арендатора, за страховку, за весь текущий ремонт, если такой потребуется и так далее. И это тоже влияет на итоговую чистую доходность. Вот, собственно, наверное, и разница. Так, правильно, но почему тогда все не интересуются этими коттеджами? Почему тогда кто-то покупает, там есть какие-то уже другие цели? Если чисто инвестиционные цели. Это же вопрос, как бы, инвестиционного риска профиля, да, что почему кто-то покупает облигации, а кто-то акции, почему это акции одних компаний, а не других. Ну, это вопрос балансировки портфеля. Но получается, исходя из того, что вы рассказали, риски в данном случае, ну, весьма и весьма незначительны. Доходность существенно выше. Дополнительные расходы здесь ниже, чем в случае покупки новостройки. Именно поэтому у нас больше продаж, по крайней мере, с российского рынка именно коттеджей. На зарубежном рынке пока что больше все-таки новостроек, но я объясню еще почему. В основном это те, кто могут получить еще ипотеку, да, и не у всех иностранцев, которые приобретают новостройки или коттеджи, у них есть кэш в моменте, да, поэтому новостройка, там часто еще рассрочка, потому что она строится, и когда она достроится, на вот этот остаток суммы берут ипотеку. Вот, это они могут сделать за счет того, что у них есть какой-то доход в Великобритании. Сразу предвещаю вопрос про, можно ли взять ипотеку здесь. Как правило, иностранцам ипотека очень невыгодна, если ее вообще дают сейчас, ее там не дают по понятным причинам, высокие очень ставки в Центробанке. И на эти типы объектов их нельзя получить в принципе. Они для этого есть, да, для инвесторов, которые хотят получать пассивный доход. Окей, и тогда такой вопрос. Вот есть покупатель, предположим, покупатель из России, предположим, заинтересовался вашим предложением, все-таки, что минимально у него должно быть? У него должна быть эта сумма на счету, неважно, ну, там, в пересчете на рубли, неважно, в какой валюте, в каком банке. Какой все-таки минимум должен быть обязательный в данном случае? И не только по цене, но и по, там, не знаю, по паспортам, визам, по чему угодно. Да, у него может быть паспорт любой страны, у него должна быть эта сумма где-нибудь, вот, в какой-нибудь валюте, в любой. И он должен быть все-таки не в санкционном списке. Есть такая программа профессиональная World Check. Нужно, чтобы, когда клиента по ней пробиваешь, он не попадал во всякие красные листы, санкционные списки и так далее. Вот это минимальный уровень требований к любому клиенту, наверное, сейчас не только в Англии, а вообще везде, да, потому что, там, санкционных лиц и в Таиланде не будут жаловать. Вот. Собственно, других коренчений нет. С кем я заключаю договор? Кто на той стороне? С вашей компанией или с девелопером? И как я его там могу контролировать? Да, с девелопером и с его управляющей компанией. У нас разработан пакет из четырех контрактов. Контракт покупку на аренду земли, на управление и на опции обратного выкупа. Они все подписываются единовременно. И они проверены вдоль, поперек нашими юристами, британскими юристами, юристами наших клиентов. А их было очень много за это время. Клиентами-юристами, которые, ну, сами являются, да, по профессии. Поэтому контракты у нас все изучены вдоль, поперек и по диагонали. Да, Дмитрий, думаю, что Екатерина презентацию, безусловно, вышлет. Просто отпишите. Я думаю, контакт сейчас просто еще раз опубликуем. И, безусловно, вам... Да, если вы регистрировались, то мы будем делать рассылку с записью, да, повторно, и с презентацией. Вот, и можно будет ответить на e-mail и продолжить общение по необходимости. Может быть, пропустил. Про опцию обратного выкупа. В чем ее опциональность? Какие тут условия ее? Да, это вот когда вы терялись, но повторюсь для тех, кто подключился позже или, может быть, пропустил. Опция обратного выкупа есть двух типов. Первая та, которую инициируете вы, а вторая, которую инициирует девелопер. Называется callback опцион. Собственно, в первом случае там небольшой только прирост, 1% в год, и можно это сделать через 5, 7 или 10 лет. Из плюсов не нужно зато платить юру услуги, когда вы этой опцией пользуетесь. То есть там просто чистый прирост, без каких-либо расходов. А если говорить про опцию, когда девелопер отзывает, он как раз это делает для того, чтобы иметь возможность там целиком продать какие-то определенные отели. Вот здесь уже прирост там 3-3,5% в год, и он это может сделать через 3-4-5 лет после того, как вы купили объект. И еще один тогда уточняющий вопрос. Вот хорошо, есть у меня деньги, они лежат, не знаю, там в фунтах, а скорее в рублях, может быть еще в какой-то валюте. Куда я физически плачу? У нас вот две схемы. Первый – это британский счет юридической компании, которая сопровождает сделку. Это как эскроу счет для безопасности сделки. Там они хранятся, пока не произошел вот этот обмен контрактами. Во втором случае деньги поступают через менеджер-чек на счет дубайского юрлица-девелопера. Окей. Окей. Ну что ж, друзья, думаю, на большую часть вопросов ответили. Я думаю, что может быть, опять же, я просто вижу, что часть людей к нам присоединилась уже ближе ко второй части нашего вебинара. Екатерина, давайте вот опять то, о чем мы с вами 58 минут говорили, уложим в две. Что это, где это, как это, и покажем еще разочек замечательные картинки того объекта, о котором мы говорим. Да, давайте резюме. У нас индустрия загородных отелей только развивается, как сама по себе, так и для инвесторов частных. В Англии этой индустрии существует 150 лет. И она пользуется популярностью у самих британцев. Они ездят с семьями, с детьми, с собаками на длинные выходные, на неделю и так далее. Частный инвестор может заходить в такие объекты, купив отдельный коттедж, стоящий на территории отеля. Отель обычно имеет всю общую инфраструктуру, бассейн, теннисный корт и так далее. И инвестор покупает конкретный совершенно коттедж, стоящий на территории этого отеля, который выглядит вот примерно таким образом. И полностью упакован мебелью, вилками, ложками и так далее, и так далее. Он сдается в управление, в посуточной аренде профессиональной управляющей компании, девелопера, с которой, точнее, заключил контракт девелопер. Она на рынке уже 45 лет. Вот таким образом выглядит общая зона типового отеля. Там может быть гольф-поле, где-то может быть клаб-хаус, теннисные корты и так далее. Коммерческие условия таковы, что вам выплачивается 8% годовых, фиксировано на 10 лет с индексацией на инфляцию каждый год, ежеквартально, на любой счет, даже иногда российский, но лучше открыть зарубежный. А доход сразу, без каких-либо задержек, начинает начисляться. Две недели есть личного проживания, и есть опция обратного выкупа, и также можно продать на вторичном рынке в любой момент. Собственно, купить можно двумя способами. Первый, если у вас есть безналичный комплайенс, у вас деньги из точки А в точку Б дошли полностью безналичным путем, тогда вы покупаете через британских юристов, так же, как любую другую недвижимость. Цена вопроса – 3000 фунтов. Есть вторая схема оплаты через дубайское юрлицо девелопера. Здесь затрата на сделку составит примерно 5%, но доходность будет в этом случае начисляться на полную сумму ваших затрат. В данном случае, если ваши деньги выходили в наличные на любом этапе, нет никаких проблем, сделка пройдет. Вроде бы все, да? Филипп, как это было? Да, я думаю, такое краткое резюме. Ну что ж, дорогие друзья, хочу еще-таки перекинуть мостик перед тем, как мы уже скажем друг друга до свидания. Мы в ближайшее время с компанией Intermark проводим еще несколько вебинаров, странички их, я думаю, что сейчас в чате мы тоже опубликуем, они тоже будут и к инвестициям, и к проживанию иметь некое отношение. В ближайшее время и материал по итогам этого вебинара будет опубликован. Телефон Екатерины есть, электронная почта есть, сайт понятен. Я думаю, что сейчас в чате, да, вот вебинар будет у нас следующий, потом еще по европейской недвижимости. Екатерина Орлова, наш эксперт, директор департамента международных инвестиций Intermark Global. Екатерина, спасибо огромное. Думаю, что на подавляющее большинство общих вопросов ответили, ну а с частными вопросами уже, пожалуйста, напрямую. Да, большое спасибо, Филипп. Как всегда, приятно с вами проводить вебинар, вы прекрасно раскрываете тему. Всем, кто присоединился, спасибо. Мы обязательно направим запись с презентацией, и наши брокеры будут рады с вами пообщаться, организовать для вас просмотр, если вы хотите, или объяснить финансовую модель. Все ваши вопросы. Спасибо большое, дорогие друзья. Встретимся на вебинаре через неделю. До встречи. Спасибо еще разочек. Счастливо.